Привет всем, у аппарата фанат хороших мультов и горных козлов. Кик Бутовский, очередной мультсериал от Диснея, о котором сегодня я буду вспоминать. Вообще, когда он ещё выходил, я его обожал смотреть, но при подготовке к данному видео я с удивлением обнаружил, что не помню ни одной серии, кроме той, где Гюнтер грыз ногти, и серии, в которой был Челли, который всё время напевал Маш Ториадора. Почему так вышло? Да хз лол, сегодня мы погрузимся в пучины моего сознания и разберёмся, так ли Кик хорош, как я его помню, но сначала... А ты вообще задумывался, где будешь смотреть новый сезон Дома Совы? Нет? Тогда тебе прямиком в наш телеграм-канал, там будут выходить новые серии Дома Совы и других мультов в нашей озвучке. А что если я хочу сам озвучивать мультики? Что ж, тогда можешь присоединиться к нашей команде. Паш, это конечно всё хорошо, но где мне найти ламповую кампанию, с которой можно посмотреть эти мультики? Именно для этого у нас существует DS-сервер, все ссылки в описании. Моё с ним знакомство началось в первом классе, всё на том же канале Дисней. Помню, как мне было лень делать уроки, я вместо этого включал телек, и пока родителей не было дома, смотрел либо Ворониных, либо Кика. А во время рекламы бежал в комнату и делал уроки. Вот такой я был многозадачный, не то что сейчас. А те, кто не знал, у данного шоу нет сквозного сюжета. Если возвращаться к моим словам из этого видео... Вообще, все мультсериалы на Дисней можно условно разделить на Финиса и Фербоподобные, и на Грайти Фолзоподобные. Оно относится к категории Финиса и Фербоподобных. И в данном случае отсутствие сквозного сюжета скорее хорошо, чем плохо. Почему? Да потому что его закрыли на втором сезоне. Представляете, какое разочарование было бы у фанатов, если бы там был незавершённый сюжет? Пожалуй, с этим пора закончить и перейти к самому мультсериалу. Для тех, кто не смотрел, расскажу. Сорвиголоваки к Бутовскому мультсериалу карлики, ой, о скейтере в бело-красном комбинезоне и в таком же шлеме, и о его друге Гюнтере, наследственном викинге. Вместе они находят приключения на своей туши и пьют местный наргос под названием Пухтение Гепарда. Вообще, шоу пропитано духом, не знаю, экстрима, и мне такая концепция более чем нравится. Вы вообще видели заставку? Лучше, чем все клипы современных рэперов. Их песни, кстати, тоже. Но куда-то мы отошли. Свою задумку шоу раскрывает более или менее хорошо. Серии достаточно драйвовые, но в чане с драйвом должна быть ложка «Я устал, мне скучно». Вот смотрите, в каждой серии нам демонстрируют очень много драйвовых покатушек на скейтах, но лично мне это уже к пятой серии надоедает. Если первая серия «Вау, как круто и драйвово», то пятая «Как же я устал на это смотреть». Не знаю, может это только у меня так. Хочу еще отметить Брэда, как персонаж просто омерзительный, но его степень проработки впечатляет. Допустим, его комната. Куча вонючих вещей из салфеток. Ну, думаю, вы понимаете. Но это очень похоже на реальных подростков, кстати. Допустим, на меня. У меня тоже вещи по комнате валяются. В хэллоуинской серии я вообще в нем себя узнал. Изодировал не потому, что такой вот плохой, а потому, что родители уделяют и уделяли ему мало времени. И это не он рассказывает, а нам это показывают. Буду честен, эти наблюдения не мои, а взял я их с одного видео в ТикТоке. Я бы прикрепил ссылку, но уже вряд ли найду его, ведь видел его еще полгода назад. Суть, думаю, вы поняли. Но ничего идеального не существует, и кик не исключение. Что же не так, спросите вы. Куча туалетного и пердежного юмора. Просто ужасно много. И ладно бы это было просто шутками на фоне, так тут они в некоторых случаях двигают сюжет. К примеру, в той серии про хрень, бьющую током, которая создавалась для того, чтобы отучить Гюнтера грызть ногти или нюхать руки. Этого я уже не вспомню. Или как в серии, где они серфили на волне из канализации, и Гюнтер немного хребнул и сказал... Эм... Но это не единственная проблема мульта. Тут очень много персонажей, которые созданы просто, чтобы бесить зрителей или вулить кика. Вот несколько примеров. Фанатка. Она просто бесит. Кэндалл, Брэд, Бриана, кузин Кайл, Пенси, Горди, Луиджи и так далее. Понимаете, тут положительных персонажей в разы меньше, чем отрицательных. Или просто бесячих. И в этом вся проблема с сорвиголовы. И это нас плавно подводит к главному вопросу. А так ли плохо, что его закрыли? И тут я решить явно не смогу. С одной стороны, мной движет ностальгия и пытается заставить сказать, что закрытие шоу было определённым плохим решением. А с другой стороны, все минусы, которые я озвучил, говорят, хорошо, что шоу не растянули на миллиард серий, как Финис Айферба. Так что, думаю, тут каждый решит сам. Кстати, о закрытии. Оказалось, что последнюю серию, которая, к слову, не является полноценным концом, я уже видел. Но это просто мои наблюдения. А на этом, думаю, стоит остановиться. Пишите о ваших воспоминаниях о Ударе Бутовске. Поддерживайте нас по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, если вам нравится мой контент. Всем свежей травы и пока.